Вы знаете, переговоры шли тяжело, 14 часов, никому из нас не было ни сказано ни слова о том, что обсуждалось, каким договоренностям пришли, это мне всегда не нравится, потому что когда речь идет о войне, полномасштабной войне в какой-либо стране, я не думаю, что все договоренности 100% подлежат засекречиванию, значит идет какая-то игра, так я думаю. Я сразу сказал, что все эти 14 часов это пар в свисток, американцы никогда не пойдут на то, чтобы сохранить Асада и утереться перед нами, никогда. Они будут рвать Сирию, они будут уничтожать ее, они будут делать все, что возможно, только бы для того, чтобы Россия не одержала даже там какую-то формальную победу. Хотя речь же не о победе, и Путин об этом многократно говорил, речь о том, чтобы нужно просто урегулировать ситуацию и как-то двигаться мирным путем. Американцы не пойдут на это. Когда я слышу лицемерные заявления Пентагона и Вашингтона о том, что они там борются с ИГИЛ, ребята, ну не надо уже дурить этот мир. ИГИЛ создали вы, ИГИЛ создали для того, чтобы ввести боевые действия в обход ядерных сил сдерживания по всему миру. Вы взрывали Францию, когда президент Франции хотел вместе с Путиным заняться ИГИЛ в Сирии. ИГИЛ это ваше неструктурное подразделение, там воюют ваши советники, там воюют ребята из частной военной компании Великобритании. Поэтому вы так и бережете эту банду для того, чтобы она воевала против Асада. Смешно, смешно слушать умозаключение, что США против ИГИЛ. Против кого ИГИЛ воюют? Против Асада. США против кого воюют в Сирии? Против Асада. Они будут уничтожать ИГИЛ? Ребят, ну вы в своем уме? Не будут? Конечно, они будут. Больше того, сирийская армия освобождает территорию, заходят на склады, открывают, елки-палки, там смазочки, все американское оружие. Пожалуйста, новенькое, целехенькое, бери, воюй. Это первое. Второе. Вот говорю просто вот журналистам, которые болтают всякую ерунду. Вы посчитайте при той интенсивности боя, сколько только патронам нужно бандитам. Патронам эшелонами нужно, эшелонами. И что, ИГИЛ никто не поддерживает? Это все с неба падает? Нет, ребята. Война – дело дорогое. И для того, чтобы воевать, нужно пополнять боеприпасы, нужно пополнять человеческий материал и так далее. Поэтому я не верю в эти договоренности. Просто не верю в эти договоренности. Если они происходят, то это происходит примерно так же, как происходило в Минске, когда нужно было остановить разгром бандера фашистов. Просто остановили. Я вообще считаю, я это видел своими глазами во время первой чеченской кампании. Своими глазами я там был. Когда уже вот, вот, все, все, уже ребята налили во фляжки спирту и говорят, сейчас последняя атака, и мы победили. И говорят, назад, назад, на исходной позиции. И я вместе с ними уходил. Все это одна и та же схема, ребята. Не надо морочить никому голову. Потому что воюют деньги, ребята. Воюют не Обамы. Не Обамы. Воюют деньги, большие деньги. И перекройка мира происходит по планам хозяев денег. И сегодня, когда мы, умиляясь, говорим, ой, ой, заболела Клинтон, ой, будет этот самый, там, ее соперник. Как приятно. Ну вы с ума посходили. Люди добрые. Да не решает ничего президент США. Он такой же наемник, как и его армия. Вдумайтесь. Вот вдумайтесь. Вот говорю только вам первый раз об этом. Единственная страна в мире, где, согласно главному военно-политическому документу, а именно военной доктрине, армия США носит исключительно интервенционистский характер. Она не занимается защитой своей страны, ребята. Там для этого национальная гвардия существует. Она создана для того, чтобы бомбить по всему миру. Куда ее пошлют? Ну, это же очевидные вещи. Поэтому я думаю, что, коль скоро мы говорим об этих вещах, то, исходя из этого, также нужно и анализировать ситуацию на Украине и на Донбассе. Вот меня часто спрашивают, когда ВСУ начнет атаковать Донбасс? Когда получит команду. От кого? От Порошенко? Нет. Конечно. Вот почему сейчас не атакуют Донбасс? Вроде у них там благоприятные были какие-то места. Тактерки же тут еще по Сирии. А это же все взаимообщающиеся сосуды. Если мы сейчас там жесткую позицию займем, нам начнут рвать Донбасс. Это понятно. И я, честно говоря, с большой настороженностью воспринял информацию, что израильские военно-воздушные силы начали долбать войска Асада. А они именно работали по войскам Асада. То есть фактически они занимают сторону, они занимают антиасадовскую сторону. Что дальше может быть? Дальше может быть большая игра, ребята, и очень опасная. Когда в самом Израиле прозвучат взрывы и будут обвинены все на свете. И Асад, и Россия, и Бог знает кто. Понимаете?